Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня в моей ножевой коллекции пополнение. Уж очень мне полюбились ножи производства SRM NICE. Собственно, я не смог удержаться и не приобрести в коллекцию складной нож модель 7228B AB, он же Рубик. Кто смотрел мои предыдущие видео, уже видел похожую модель в исполнении с белыми накладками из G10. Здесь же мы получаем алюминиевые накладки черного цвета. Клиночек из популярной стали Sandvik 14C28N с титановым матово-черным покрытием, что само по себе уже смотрится достойно и брутально. И, конечно же, куда же без него это замок AMBI LOG на моношасси, который, я бы сказал, является вершиной всех последних лет работы данной компании. Рассказывать про нож буду как в первый раз. Понятно, что кто меня уже давно смотрит, знакомы с данными режиками, а кто-то смотрит впервые. Далее обо всем подробнее. Поехали! Начнем по традиции с того, как поставляется и чем комплектуется нож. Приехал нож ко мне уже в привычной SRM-овской коробочке, где на лицевой стороне у нас логотип и название компании. С обратной стороны стикер с указанием модели. Аналогично сбоку у нас расположился серийный номер и продублировано название модели. Как говорится, все по классике. Далее комплектация на минималках. Это тканевый чехол, тряпочка, обычный тоненький чехольчик, в котором расположился сам нож. И куда же без него пакетик силикогеля. На этом с комплектацией, собственно, все. Переходим непосредственно к самому ножу. В данной модели рукоять выполнена из алюминия с покрытием черного цвета. Смотрится очень стильно. К слову, для примера, вот аналогичная моделька, только с накладками из G10 белого цвета. Конструкция же рукояти на этом ноже очень продуманная и очень удобная. Скажу так, нож прям под мою руку среднего размера. К хвату, собственно, претензий тоже нет. Удобно держать молоточным, обратным и с упором большим пальцем на клинок. Нож это позволяет делать без каких-либо проблем. А сверху на обухе клинка имеются достаточно крупные насечки для лучшего удобства работы с ножом и деликатном резе. Они немного скруглены и большой палец наминать не будут. Накладки из алюминия хорошо обработаны. Ничто не цепляется, сама по себе ухватистая и цепкая. Вот с таким узорчиком. Логично, что накладки из алюминия и они холодят руку. По сути, алюминий пользуется спросом не только из-за легкости, но и из-за прочности и высокой устойчивости к коррозии, что делает ножи из этого металла легкими и устойчивыми к агрессивной среде. Бэкспейсер аналогично из алюминия. Вся фурнитура выполнена в черном цвете. На осевом винте у нас фирменный логотип SRM, который, кстати, расшифровывается как Stay Ready For More, что значит «будь готов к большему». Нож собран на моношасси, но об этом немного позднее, а пока покажу, насколько облегчено это самое моношасси, как мы видим, крупными и маленькими отверстиями. Нож имеет клипсу под названием AMBI Clip, максимально глубокой посадки и мягкой жесткости, на которой, так же как и на осевом, изображена аббревиатура SRM. Клипса двухпозиционная, то есть при необходимости можно переставить на другую сторону или вовсе ее снять. Как это делается? То есть мы берем нашу клипсу и сжимаем ее двумя пальцами вот в этом месте и вытаскиваем вверх. После чего можно поставить ее на другую сторону. Единственный момент, это у клипса имеется небольшой люфт, но это издержки данной технологии. Клипса позволяет носить нож только кончиком клинка вверх. Темлячное отверстие в данном ноже сквозное, через бэкспейсер. 550-й паракорд пройдет с легкостью. На клинке у нас сталь, как я говорил ранее, 14C28N Sandvik. Это клинковая шведская сталь, имеющая отличные рабочие характеристики. При создании данной стали приоритетными задачами было получение лучших показателей по твердости, резучести и длинному удержанию остроты режущей кромки. Сталь характеризуется отменной стойкостью к коррозии, благодаря высокому содержанию в сплаве хрома, а также легированным эллибденом. Кроме того, к высоким характеристикам Sandvik относит высокую прочность при легкости в переточке. В данном случае твердость этой стали 57-59 по роквеллу. Финиш клинка матово-черное титановое покрытие. Геометрия клинка Drop Point. Позволяет отлично работать по продуктам, колбасам, овощам, да в принципе почему угодно. Спуски очень высокие, от трех четвертей, позволяют выполнять и более сложную работу. Как мы видим, нож имеет очень мощный и стойкий кончик клинка. Не раз уже говорил, но повторюсь, что особенностью данного ножа является моно-шасси-лайнер. В некоторых моделях, как например в 255-й, он был, так скажем, до половины. Здесь же он цельный. Да, конечно, это прибавило в весе по сравнению с 255-м, но это не критично. Замок работает отлично в обе стороны. И, пожалуй, лично для меня это лучший замок на сегодняшний день в плане механики. Складывается под собственным весом. Механика просто огонь. Клинок можно открыть при помощи самого замка Ambi-Lock. К слову, отжимается одним пальцем. Или же за шпеньки на клинке. Очень удобно. Осевой узел выполнен на двухрядных керамических подшипниках в терапластовой обойме. Поэтому такое пушечное открытие и закрытие не удивляет. Также про замок Ambi-Lock. Мне часто писали, в чем же его отличие от обычного замка Axis-Lock. Дело в том, что у замка Ambi-Lock подпор штифта идет не только снизу, но и сверху. Что, в свою очередь, прибавляет большую надежность. Далее пробежимся по характеристикам. Общая длина 207 мм. Длина клинка 87 мм. Толщина обуха 3,1 мм. А вес его уже немного больше, чем у версии с белыми накладками из G10. 123 грамма против G10 113 грамм. Что, собственно, логично. Алюминиевой накладки нам прибавили 10 грамм. Я считаю, не критично. Так, ну что, предлагаю порезать бумагу и посмотреть на заточечку из коробки. Погнали. По всей длине режущей кромки. Идеально. Но у SRM я и не сомневался. Как по маслу. Супер. Просто можно прям в завитушечку, как говорится, закатывать. Короче, заточка идеал. Прям вот идеал заводская. К заточке претензий не имею. Подводя итоги. Говорить о данном режике можно много. Но постараюсь кратко передать суть. Сталь на клинке твердая, резучая. Хорошо держит заточку и легко правится в бритву. Несомненный плюс имеет отменную стойкость коррозии. Сведение универсальное, что позволяет использовать нож для различных сценариев работы. Заточка в бритву. Хороший угол с завода. Очень ровная и симметричная. У меня было очень много разных ножей. В том числе и из этой линейки. Скажу так. Для EDC это лучший нож. Хотите полегче? Выбирайте с белыми накладками из G10. Хотите еще легче? Присмотритесь к 255 модельке. В общем она весит, если мне память не изменяет, вообще там 69 грамм. В общем крепкий, красивый, удобный, надежный нож с отличной механикой. Единственный момент, к чему можно придраться, ну то и не удивительно. Потому что мы имеем черные накладки. Соответственно клипса трется по накладкам. И со временем появляется отчетливая белая, так скажем, потертость. Под самой клипсой, где она примыкает к накладкам, так скажем. Это не критично и ожидаемо. Поэтому я в принципе даже не считаю это за какой-то минус. То есть просто придирка. Но по-другому здесь и не сделать. Ценник на данный нож в среднем составляет порядка 5000 рублей. Но я слышал, что люди умудрялись где-то урвать его из-за 3500 рублей. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте. Поэтому рад буду увидеть вас там. И отмечу один момент, что все мои видео это мое личное мнение. И первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими. И делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер. Не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах. И вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.